В Екатеринбурге в Чкаловском федеральном районном суде под председательством судей Александра Кабанова стартовал громкий уголовный процесс над невеликолепной семеркой бутлегеров, которые осенью прошлого года потравили насмерть метиловым спиртом 44 человека. Еще несколько выпивок выжили, но здоровьем повредились изрядно. На черной скамейке подсудимых находятся семь алкобарык, из них трое. Армен Аветисян, Надир Мабедов и Адлад Гурбанов сидят в клетке, ну то есть находятся под стражей. Остальные четверо, Заур Джабаров, Микаил Назаров, Артем Чабан и Татьяна Васильева пребывают вне стен следственного изолятора под домашним арестом. На первом заседании пятеро из семи подсудимых подали ходатайство об изменении меры пресечения, на более мягкую. Скажите, пожалуйста, если вас освободить, вы сбежите из России? Нет, никуда не выйдет, поэтому у меня брата в своем доме с полога оставляет, затем меня выйдет. Судья Александр Кабанов ни одного ходатайства не удовлетворил, так что в плане меры пресечения до 28 февраля все остались при своем. Собственно, больше ничего другого на первом заседании стороны сделать не успели. Следующее заседание судья назначил на 7 октября. Судя по всему, процесс не будет стремительным. Напомню, что семерки бутлегеров вменяются три статьи УК. Всем семерым поголовно 238-я, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Плюс дополнительно Гурбанову и Чебану инкриминируется 171.3, часть вторая, это продажа спирта без лицензии в особо крупном размере. И конкретно Витясяну, кроме 238-й, вменяется 171.4, неоднократная, незаконная спирта торговля. Самое максимальное наказание там в виде лишения свободы, наказание не превышает 10 лет. В этой цепочке бутлегеров одни закупали спиртягу, другие исполняли роль посредника, третий непосредственно наливали паленое пойло населению на ботанической оптовке. Как выяснило следствие, ядовитый метиловый спирт алкоторговцы закупали в Тольятти, у вполне себе легального производителя спирта. Брали его как обычный этиловый технический спирт, не подозревая, что в нем спиртоносная доля метанола. Производитель этого спирта был, скажем так, легален? Да. Но все обвиняемые, по крайней мере их адвокаты, утверждают, что они признают факт сбыта спиртосодержащей продукции, но они не знают, откуда там взялся метил. Метанол-то? Да, метанол. Метанол? Ну, мы тоже не можем сказать, откуда он взялся, у нас же это установлено заключениями экспертов, то есть эксперты установили, что метанола, действительно, концентрация была намного превышающая, которая опасна не просто для здоровья, но и для жизни человека, поэтому, ну вот, откуда он взялся, мы тоже не можем сказать. Будем как раз рассматривать этот вопрос и доказывать, и говорить. Продолжение следует...